Начало июня 24 года и мы снова в Тамане. Почему мы приехали сюда снова? Потому что здесь очень хороший отель, который нам нравится. И мы вам его дальше покажем и покажем, какие есть категории номеров. Зайдем в знаменитый ресторан Диканька, который находится прямо на берегу моря. А также посмотрим, чем же здесь заняться вечером. И в этом году стоимость лежака 200 рублей, зонтика 250 и это всего лишь на 4 часа. Вот такая концепция. Море уже теплое, нет ни водорослей, ни медуз. Хотя говорят, здесь это может быть. Но нам повезло. Вода чистая, прозрачная и мелкая галька. Мне это очень нравится. Еще больше нравится, что на пляже немного народа. Сюда мы еще вернемся, а сейчас заселяемся в гостевой двор Диканька. Это такие эконом номера. Ну, на двоих чисто. Вот они в рядочек стоят. Это мангал. А это вот с эконом номеров можно приходить сюда и обедать. И кухня, вот эта вот дверь, там у них кухня общая. Кухня укомплектована очень хорошо. Есть и посуда, и моющие средства, ножи, вилки. В общем, все, все, все. Если вы хотите приготовить что-то на мангале, все принадлежности тоже есть. И сразу же справа от кухни проход к бассейну. У этих домиков есть очень большой плюс. Это небольшая верандочка со столом и стульями. То есть можно посидеть вечером на свежем воздухе. Здесь же есть качели. И территория очень красивая, ухоженная. Нам удалось заглянуть в один из домиков. Площадь здесь небольшая, но все, в принципе, поместилось. Тут даже есть третье место, вот если что. Или это? Вот даже доп-место есть. И чайничек тут, и даже минимум посуды какой-то есть. На территории бесплатный подогреваемый бассейн работает с 8 до 8. На входе в бассейн есть комфортабельный туалет. Здесь чисто, как в операционной. Там бассейн, всегда свободные места есть. Но может, это просто нам так повезло. Бассейн подогревается. Сейчас температура 33 градуса. Вот в самый раз. А вчера было 37. Было жарковато даже плавать, как в бульоне. Ну, в общем-то, небольшая территория, но очень уютная. Все очень мило, симпатично. Так, и здесь же есть вот такой душ, горячая вода, видеонаблюдение. Все, 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 как положено. В бассейн ведут ступеньки, не упадете. Для детей есть свое отделение, оно не очень глубокое. А глубина в бассейне, ну, мне по горло, у меня рост 165. То есть, вот комфортабельная такая глубина. И не мелкая, и не глубоко. Всегда можно на цыпочках встать на дно. Выходим из бассейна. И сразу слева от нас будет хата Адарки. Каждая хатка имеет свое имя. И посмотрим, что здесь внутри. Места много, домик просторный. Ну, все есть. В самом узле душ. Большая спальня. Кондиционер. Телевизор. И очень большая здесь кухня. Вот здесь кухня даже больше, чем в домиках двухэтажных. В том, в котором мы жили, кухня поменьше. И обзор на домики двухэтажные есть на моем канале Бульдог Марсель. Ссылка будет внизу под названием видео. Точно такой же это хата Панаса. И точно такая же хата Солохи. Там впереди этот домик Вакулы. Он на такую очень большую компанию. Человек восемь запросто там размещаются с комфортом. Три санузла, два этажа, три отдельные спальни. А вот эти домики, это тоже двухэтажные. Ну, наверное, четыре человека здесь свободно тоже размещаются. Двуспальное внизу и дополнительное место внизу. И вверху, да. Шесть. Там кресло разверное и такой уголок. И такой уголок, то есть четыре еще вверху. Три внизу, четыре вверху. Ну, один санузел. Да, ну, один санузел. А здесь три. Так. И вот это такой же. Это хата Оксаны. Она более такая вот в глубине, симпатичная. Везде цветочки, все ухожено. Маленькая детская площадка и такой детский домик, прямо игрушечный. Это вареничная хата. Она выходит на улицу. И здесь у них как веранда открытая. Здесь тоже номера. Ну, такие они, стандарты обычные. Наверху. Ну, у них тоже свой эксклюзив. Там своя веранда наверху. Вот все так по-деревенски. В каждом огородике что-то растет. У нас вот ромашки, смородина и... Господи, шелковица, да. Туттовник. Там липа растет. Лаванда, сирень. Марстель был с нами. А разрешат ли в следующем году с питомцами, надо будет уточнять. Возвращаемся на пляж, на прекрасную набережную, новая, отреставрированная, современная. Здесь есть и раздевалки, и туалеты, и, ну, в общем, все, что необходимо. Самая главная тень, лежаки и зонтики, чего не было еще два года назад. В этом году отлично в этом плане. И вот поднявшись по этой красивой лестнице прямо с пляжа, мы попадаем в скверик. Очень уютный, симпатичный. И тут же домик Лермонтова находится. В этом скверике тоже прошла реновация, и он очень симпатичный. Домик Лермонтова показывать не буду. Кто захочет, посетит его сам за домиком, еще там розарий. А здесь уже начинает свисти лаванда. Это местечко мне очень нравится. Здесь даже вот этот маленький домик, где расположены кассы. Кстати, стоимость билетов там какая-то, ну, совсем смешная. Домик, где расположена касса, тоже такой, ну, прямо старинный, музейный. Хотя, наверняка, это новодел. Вообще, здесь мне все напоминает немножко Кипр. Мы когда были там по работе и осматривали отели, один из очень дорогих отелей был выполнен именно в таком старинном национальном стиле. То есть, стены белые, мазанка такая вот, ну, как, известкой, когда красят это все. В номерах проводка прямо вот по стене такая, выключатель грубый. Сантехника тоже такая немножко даже странная, старая, вся как будто. Это раковина, это как просто медный таз. В общем, сейчас это очень модно. И диканька, где мы живем, очень напоминает тот отель. Ну, а с пляжа мы отправляемся вот в этот прекрасный ресторанчик, который называется тоже диканька. Рекомендую попробовать борщ. Он и с помпушкой, и тут и сметана, и чеснок. И вот такие вот драники тоже очень вкусненькие. Раньше в этом ресторанчике была открытая веранда, а сейчас ее закрыли, остался только балкончик. Ну, вот все-таки на воздухе, ну, когда, конечно, не очень жарко сидеть, мы любим больше. Отсюда открывается вид на Таманский залив, на Азовское море. Спокойная, располагающая к отдыху атмосфера. Но кто хочет тусовку, вам сюда точно не нужно. Это куда-то что-то типа Геленджика. А здесь полный релакс. И не забываем, что Тамань – это три моря. И третье море – это море вина. Здесь находится производство Шато Тамань и магазин фирменный. И здесь можно посетить экскурсию прямо на производственные цеха посмотреть. И вам расскажут, дегустацию проведут, если хотите. Так что очень увлекательная экскурсия и очень познавательная, кстати. И, конечно, не удержались, решили попробовать вот такие варианты. И немножко вечерние атмосферы. На пляже все подсвечено, но очень спокойно. Людей практически нет. Нам сказали, что на эстраде возле моря выступают артисты по выходным. Какие-то приглашают коллективы. Но мы были в будние дни, поэтому не застали. Удалось послушать такой стихийный небольшой концерт. Я думаю, это такие самостоятельные исполнители. В общем, здесь тихо и спокойно. Что нам понравилось? Мы за этим ехали. Здесь нет больших отелей, каких-то санаториев, пансионатов. Здесь частные гостевые дома. И то их не так уж и много, судя по всему. Ну и диканька, которая нам очень нравится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И отдыхайте всегда с удовольствием. Продолжение следует...